Большое событие для маленького города. В Вязниках открыли дом-интернат для престарелых инвалидов имени Елизаветы Глинки. Здание бывшей коррекционной школы реконструировали, а территорию вокруг сделали похожий на небольшой уютный парк с беседками и маленькими скульптурами. Ремонт и отделка, закупка необходимой мебели, благоустройство. На это потрачен 271 миллион рублей. Более 70 миллионов выделил Пенсионный фонд России. На открытие приехали председатели его правления Антон Дроздов, а также зампредседатель Совета Федерации Галина Карелова. Построить дом-интернат еще современного типа, да такой красивый, достойный, в достойном и красивом месте – это счастье. Я думаю, что не только для тех, кто сегодня будет заходить в этот дом, проживать в этом доме, но и для всех нас. Зайдя внутрь, не скажешь, что это дом престарелых. Уютно даже в коридоре. Постояльцы живут в трехместных комнатах. В каждой ортопедической кровати – телевизор, книжные полки, холодильник и санузел с душем и туалетом. Последний оснащен поручнями. Вера Громова прожила тут всего несколько дней. 71-летняя женщина прикована к инвалидному креслу. Передвигаться по зданию помогают работники. Кухня какая. Кухня – это самое слабое место обычно везде. А тут вот посмотрела я на эту кухню. Зал такой обеденный. Но кухня-то вообще безумно от нее можно. А кормят хорошо? Вкусно? Готовят вкусно, да. На входе в столовую табличка, написанная шрифтом Брайля. Тактильные подписи для слабовидящих здесь повсюду. Завтракать, обедать и ужинать пожилые люди будут в просторном чистом зале. Услугам постояльцев и комната психолога. Здесь помогут расслабиться в массажном кресле и предложат попробовать популярное нынче средство реабилитации – рисование песком. Для творческих и неугомонных натур – мастерская. Под руководством педагогов бабушки расписывают посуду, шьют и делают картины из ниток, осваивая новую для себя технику стринг-арта. Цветные нити натягиваются на вбитые в дощечку гвоздики. Это не просто картинка получается, но еще развивает память, мышление, создает… То есть, вот смотрите, если натягивать нить в определенных направлениях, картинка может получиться разная. Интернат рассчитан на 80 мест. Пока здесь живут всего 20 человек, семеро из которых – везняковцы. Остальные приехали из других районов области. Переезд – всегда стресс, особенно для людей старшего поколения. Губернатор лично поинтересовалась, насколько комфортно они устроились на новом месте. Из Везняковского? Нет, я из Лакинского. Из Лакинского, да? А там вот тоже семья была на первом этаже. Ну как здесь лучше? Вы знаете, великолепно. Не страдали, что оттуда уехали? Везняковский интернат открылся благодаря программе «Старшее поколение», которая рассчитана до 2022 года. Возможно, скоро при ее содействии удастся открыть подобные учреждения в Собинском районе. Программа принята решение ее продления. Конечно, у нас есть очередность, конечно, есть предложения и по другим населенным пунктам. Поэтому мы согласуем сначала с федеральным центром это все, да, попадем в эту программу, в продолжение этой программы. В библиотеке со стен смотрят фотографии доктора Лизы. Интернат будет носить ее имя. Елизавета Глинка всегда была готова протянуть руку помощи любому человеку. В конце декабря прошлого года она погибла в авиакатастрофе, везла гуманитарный груз в Сирию. На открытии интерната в Вязниках прозвучали слова, что Елизавете Глинке такое событие определенно пришлось бы по душе. Екатерина Гаврилова, Стас Трегубов, Губерния 33.